Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы вам расскажем о наших планах. Какие у нас планы? Очень серьезные? Я думаю, многим они не понравятся. В общем, я даже не знаю, с чего начать. Обычно мы как делали? Мы куда-то ехали, видео выходило с опозданием, и людей это расстраивало. Почему мы заранее не предупредили, что мы куда-то едем, обман, обмануете подписчиков? И в этот раз мы решили прям заблаговременно предупредить о наших планах, чтобы вы всегда знали, где мы находимся, и чтобы не говорили, что мы вас обманываем. В общем, у нас сейчас остались последние деньки на Пхукете, и после этого мы едем в Паттайю. В Паттайе у нас остались несколько незаконченных дел, нам их необходимо будет закончить, у нас там будет около месяца-полтора, и после этого мы едем куда? В Россию! В Россию! У нас, как вы знаете, там квартиры, мы уже купили квартиру в России, в новостройке, и она уже достроилась. Ее сдали в январе, и нам в течение трех месяцев необходимо ее принять, иначе там будут какие-то санкции, штрафы, поэтому нам необходимо ехать в Россию, чтобы принять нашу построенную квартиру, получить ключики, и мы начнем делать ремонт. Я бы на твоем месте не была такой оптимистичной. Просто мы думали, что квартиру сдадут где-то в конце весны, и мы поедем в Россию ближе к лету, но ее сдали почему-то раньше. Я впервые в жизни не рада, что дом сдали раньше. Я единственный покупатель, который не рад этому, и нам приходится ехать в Россию раньше. Мы уже купили билеты в Россию. Да, мы едем в начале апреля. Уже подыскиваем второй чемодан, потому что нам кажется, что все наши вещи не влезут в наш чемодан. Один. Прибалось много барахла. Так что, друзья, вас ждут интересные выпуски не только из Таиланда, но и из России. Мы будем делать ремонт, так что... Мы увидимся своими родителями! Да. Кстати, многим выпуски из России прошлогодние очень сильно понравились. Они сказали, о, как классно, выпуски из России такие клевые. Даже не хочется, чтобы вы уезжали в Таиланд. Поэтому, я думаю, многие будут рады наблюдать за нами и из России. Ну, а если выпуски из России вам будут не по душе, вы всегда можете дождаться каких-то наших новых путешествий, потому что они обязательно будут. Что касается России, мы там будем все лето делать ремонт. У нас там еще очень много интересных моментов. У Саши юбилей, ему 30 лет исполняется, представляете? Я хочу устроить праздник. Я, конечно, не хочу загадывать. Я человек, который боится заранее все говорить, а вдруг не получится. Но все-таки 30 лет такое событие надо отметить в кругу семьи. Как-нибудь классно. Поэтому еще один повод поехать. А осенью мы планируем поехать в Таиланд. Потому что, как ни крути, зимовать лучше в Таиланде. Нам очень нравится, как проходит зима здесь. Здесь не сильно жарко, особенно в эту зиму. Вот сегодня опять шел дождь. Всю ночь дикий ветер вообще был. Мне даже казалось, что я не в Таиланде. И еще, честно признаться, нам летом не нравится в Таиланде. Как ни крути, здесь такое адское пекло, здесь как на сковородке. Да, низкие цены на экскурсии, низкие цены на массаж, на жилье падают. Но так жарко, что ты просто постоянно сидишь под кондиционером. В России лето намного лучше, как по мне. Ты можешь выйти вечером с собакой погулять, тебе не будет тошно жарко, тебе не будет липко. Вот вы живете в России, и вы этого не цените. Вот меня поражает, в России всегда, когда наступает лето, самое прекрасное время года, которое все ждут, и люди уезжают. Уезжают в Таиланд, уезжают в Турцию, в Египет, какие-то другие страны. В России же так хорошо в это время! Наслаждайтесь! Мне кажется, надо ездить зимой, когда холодно, когда можно поехать в какую-то страну, фруктов там наесться, морем напитаться. Это действительно имеет смысл. И многие сейчас скажут, Вот, вы же так хвалите Таиланд, а сейчас заныли в Россию. Чего, деньги кончились, хвост прищемили? Ну, во-первых, мы никогда не отрицали тот момент, что мы любим Россию. Знаете, многие приезжают в Таиланд, в какие-то другие страны, и начинают Россию хаять. Мол, там то не так, все не так. Я таких людей не понимаю, потому что, во-первых, это твоя родина, там живут твои родители, и ты просто не имеешь права негативно отзываться о своем доме, потому что это твой дом. А второе, вместо того, чтобы негативно отзываться и думать о том, что тебе страна недодала, подумай о том, что ты можешь сделать для страны. Или что-то от нее получил. К примеру, люди, которые живут в Камбодже, в Бирме, они не имеют тех возможностей, что имеем мы. К примеру, получить то же самое образование, они работают в интернете, либо путешествуются. Они просто приезжают в Таиланд, чтобы работать здесь за копейки. У них, потому что нет такого образования, такого уровня развития в стране. А у нас есть. У нас в стране, по сути, неограниченные возможности. Вот ты как хочешь, так и живи. Получай образование, учись, работай за границей. В Камбодже, к примеру, в Бирме, таких в Ваосе возможностей нет. Еще у нас постоянно жалуются, что зарплаты маленькие. Создай свой бизнес. Реально, многие едут в Таиланд создавать бизнес куда-то еще, в другие страны. В России проще. В России эти визы не нужны. У нас небольшие налоги по сравнению с другим миром, по сравнению с Европой. Пожалуйста, веди все на русском языке. Все просто, понятно. И даже посудить у нас в России. Кто действительно работает, у тех и зарплата нормальная. Они обязательно куда-то ездят отдыхать, могут себе позволить. У них жилье, у них машина, причем не какая-то там айномарочка. У некоторых есть дача, баня. Попробуйте бирманцу или камбоджийцу сказать, что у вас есть дача, квартира, машина, загородный дом. Они просто, не знаю, убьют вас от зависти. У них такого срода нет. Ну и второй момент, это то, что родители там живут. Если была возможность переправить сюда всех наших родственников, а у нас их много. Саша причем только четвертый сын в семье. У него трое братьев. Представляете, если вот всех сюда перевезти, то, конечно, можно и не ездить в Россию. Но так как все наши родственники там, мы по ним очень скучаем. Я когда в Инстаграм вижу, что какие-то наши любимые люди там празднуют день рождения, по кругу семьи ты не можешь к ним присоединиться, все-таки это как-то давит на психику. Ты чувствуешь себя оторванным от семьи, это неприятно. У нас очень мощная семья. И у меня, и у Саши. У нас очень много родственников, хороших, адекватных. И мы по ним скучаем. И они по нам тоже скучают. Многие скажут, что что вы понимаете, вы сами уехали из России, в Таиланд. Во-первых, потому что мы уехали, мы можем так рассуждать. Мы посмотрели, как здесь живется. У нас есть опыт. А вот кто никогда не жил за границей, они действительно не могут сказать, что за границей не лучше, чем в России. Они же там не жили. А я посмотрела, пожила, я имею право уже так сказать. Ну а вообще отдых не считается за жилье. Две недели это не жизнь в Таиланде. Надо пожить годик-два, тогда уже можно давать какие-то советы, рекомендации, свой опыт. А отдых и жизнь это разные вещи, конечно. Еще мне не нравится, как многие люди так же переезжают за границу, начинают там только про недостатки России говорить, но сами и пальцы о пальце не ударили, чтобы что-то изменить. И многие говорят, да я обычный человек, что я изменю? У нас такая плохая страна, такие заброшенные детские площадки, негде гулять, вот как в Европе, к примеру. В Европе вы отгребете столько проблем с визами, с видом на жительство, с деньгами, что жизнь в России вам раем покажется. Я серьезно говорю. Жизнь за границей очень дорога. И к вопросу о том, что обычный человек может изменить. Я знаю две мамы из Москвы, написали письмо в администрацию президента с фотографиями, что у них в плохом состоянии детская площадка. В течение двух месяцев приехала команда, поставили новую площадку, новый песок, песочницу, все, сработало. Обычные женщины. Представляется? И мы с Сашей приняли для себя решение, что в Таиланде будем зимовать. Потому что, как ни крути, зиму я не люблю. Я люблю свою родину, я люблю Саратов, наш город, я люблю своих родителей, друзей, родственников. Но вот зимой я никогда не подружусь. Я всегда болею, поэтому Таиланд для зимовки идеальная страна. Во-первых, потому что здесь очень гибкие условия на визу. Здесь можно прожить 6 месяцев абсолютно спокойно, с минимальными затратами по туристической визе. Однократная виза в Таиланд. Ее можно получить 2 раза подряд. Одна отдается на 3 месяца, две, соответственно, на 6 месяцев. Если вы из России, у вас еще штампы прилет на 30 дней. Итого 7 месяцев зимних, холодных. Вы можете спокойно жить в Таиланде. В школу ходить не надо языковую. Не нужно какие-то черные схемы изобретать. Там 4-х тайцев нанимать на фейковую работу. Ничего подобного. Просто платишь и живешь. Визы не такие дорогие, туристические. 1900 бат. А сейчас до августа. Они вообще бесплатные. В Таиланде сейчас акция туристическая, однократная, бесплатная. Едите в Малайзию, в Лаос или в России получайте. Вообще без проблем. А что касается года, здесь уже надо ходить в школу. Либо открывать какой-то бизнес, все дела. Но мы просто пока не готовы к бизнесу в Таиланде. А так я знаю, что многие покупают дома. А когда покупаешь дом, там хорошо бы иметь тайскую компанию. В основном покупают дома бизнес-ориентированные люди. Для них это как дополнительный толчок к ведению бизнеса в Таиланде. Мы пока к этому не готовы. Собственно, мы сейчас как раз и живем под туристическим визом. Мы уже прожили месяц. Три месяца по первой туристической визе. И у нас как раз заканчивается вторая туристическая виза. И мы уезжаем в Россию. Там мы будем где-то полгода. И, возможно, куда-то еще съездим. Но пока это будет... Пока что мы не скажем, потому что я боюсь, что это не исполнится. Ну да, возможно, между этими перерывами, между Таиландом, мы съездим куда-то еще. Как думаете, куда? Напишите в комментариях. Да, напишите. Нам будет очень интересно. У нас есть в планах... Ладно, давайте. У нас есть в планах одна страна. Но мы пока не знаем, ехать туда или не ехать. У нас в России тоже будут очень оживленные такие дни, загруженные ремонтом. Но мы планируем все-таки съездить, потому что вечное лето. Нехорошо, чтобы канал простаивал полгода. Ну, он простаивать не будет. Мы будем видео из России на него публиковать, несмотря на то, что это канал про Таиланд, путешествия, вечное лето. Но чтобы канал не простаивал, смысла туда ничего публиковать нет. Поэтому туда будут выходить выпуски из России. На канал Света будут выходить выпуски из России и на канал Вечное лето тоже. На мой канал будут больше выходить влоги. Это ремонт, как мы будем делать, там про нашу семью, все такое. А на Вечное лето будут выходить обзоры каких-то заведений Саратова, достопримечательностей Саратова. Может, еще поездим там по другим городам. У нас там тоже есть в планах всякие задумочки. Что еще? У нас сейчас, мы записываем это видео, но у нас большая очередь уже от снятых выпусков с Пукета. Как вы знаете, мы, я считаю, хорошо работаем. Мы быстро снимаем видео, быстро выкладываем, стараемся максимально все делать. Вот, знаете, как конвейер. Мы иногда спим по 4 часа, чтобы у нас все это непрерывно постоянно публиковалось. И все равно образуется пробка. Мы вот, например, за один день отсняли 3 видео. Их надо как-то на Вечное запихать. Поэтому, когда мы будем в ПТЕ, на канале Вечное лето будут еще выходить выпуски из Пукета. Они тоже очень интересные, причем многие из них вы просили давно отснять, показать. И мы съездили в эти места, поснимали классные видео. Ну, нехорошо их не публиковать. Саша, а что ты скажешь о нашей мечте купить квартиру в Таиланде? Эта мечта, я думаю, осуществится. Но в данный момент, я считаю, для стабильности необходимо завершить нашу идею по созданию квартиры в России. Когда мы уже там обживемся, у нас будет базовая, знаешь, такая подушка безопасности, можно сказать. Потому что без нее, я считаю, это глупо вообще что-то поступать. И человек, который занимается бизнесом, занимается вообще своей жизнью серьезно, он должен понимать, что должна быть какая-то безопасность, страховой фонд, куда можно всегда вернуться. И плюс уже дополнительная, как можно сказать, роскошь, квартира за границей. Но в России, я считаю, нужно обязательно иметь квартиру и продавать, к примеру, квартиру в России, чтобы купить в Таиланде. Ну, я считаю, это неправильный поступок. Либо вы имеете квартиру в России, едете, отдыхаете в Таиланде, либо вы покупаете две квартиры. Покупать одну квартиру только в Таиланде, но это, я считаю, не всегда правильно. Конечно, бывают какие-то моменты, но лучше иметь две квартиры, чем одну. Все просто, на самом деле. Многие еще, знаете, грезят мечтой переехать там в другую страну, обрезать все концы в России. Во-первых, этого никогда не будет. Пока у вас там есть родственники, друзья, вы постоянно будете хотеть в Россию. Особенно на Новый год, на какие-то праздники, на 9 мая, на дни рождения. Это во-первых. А во-вторых... Забыл, что хотел сказать. На самом деле, да, если у вас есть родственники, тяжело будет полностью оторваться. И если вас никто ничего не держит, тогда да, тогда без проблем. Вспомнила. Что? Вот, к примеру, да, мы думаем о том, чтобы иметь детей. Мне кажется, мы уже готовы. И рожать детей, я не беременна. Кто бы там что ни писал, это юбка-то поршится. Нет, я просто плотно позавтракала в тот день. Рожать я все-таки предпочитаю в России. У меня корыстные цели, я хочу, чтобы мне мама помогала. С воспитанием детей, она очень хорошая мама. И мне кажется, ну она мне сама говорит, Света, давай, пока я молодая, а я буду вам помогать. Ну, грех этим не воспользоваться, я считаю. И следующий момент, то, что вот если переезжать в Таиланд насовсем, вы постоянно будете зависеть от виз. Хорошо, если вы бизнесмен, вот как и вам. Вы купите квартиру, у вас будет хороший бизнес, бизнес-виза, которая будет распространяться на вас, на вашу семью. Вообще без проблем. Но жить постоянно по туристической визе, выезжать через каждые три месяца, это такой напряг, вы не представляете. И не важно, больной ты там, хромой, все равно езжай. Саша с отравлением ехал на этом мини-басе. Я не знаю. Ой, не напоминай, уже все меня там. Многие говорят, вот там Саша жалуется. Вы когда-нибудь травились? Так, чтобы прям, знаете, изо всех щелей, так сказать. Ну, блин, это жизнь, мы люди несовершенные. И вы представляете, вы едете в мини-басе, куча народу, и вы не можете остановиться по щелчку на трассе. Вам нужно дожидаться остановок, который где-то раз в два с половиной часа, а вам плохо, вас реально вот так вот колбасит. И потом Света еще просит куда-то пойти погулять, когда Саша более-менее так чуть-чуть пришел в себя. Вы на самом деле не знаете, как Саше было плохо. Я считаю, что, ну, ты вообще совершил героический поступок, что в таком состоянии пошел гулять, что ты нас одних не отпустил. Это я сейчас про Малайзию говорю. Также, ну, опять же, возвращаясь к вопросу о детях, мне бы хотелось, чтобы наши дети ходили в русскую школу, в русский детский садик, потому что, ну, не знаю, мы ходили, выросли вроде нормальными. Мы так подумали, что в Таиланде мы уже, ну, практически все отсняли, остается очень мало мест, где мы не были. Мне кажется, за время нашего пребывания здесь нам удалось осуществить нашу идею, создать такой достаточно полный видеосправочник по Таиланду, ну, и в подтверждении того является тот факт, когда мы встречаем людей, они говорят нам большое спасибо за наше видео, что они им помогли. Это приятно. Я думаю, с нашей задачей мы справились, пора двигаться дальше. Кстати, насчет роста многие пишут, что вот вы снимаете, это уже не то. На самом деле, я смотрел статистику. За январь прошлого года у нас на канале было полмиллиона просмотров. За январь этого года у нас уже полтора миллиона просмотров. Рост канала, можно сказать, тройкратный. Неплохой, я считаю, результат за год развития канала. Тем более, у нас такой достаточно узкий канал по Таиланду. Развитие идет очень хорошими темпами, постоянно идет рост. Вот так вот, знаете, просто геометрической прогрессии, можно сказать. И это не может не радовать, не может не мотивировать снимать дальше. Поэтому мы останавливаться, конечно же, не будем. Будем продолжать снимать видео дальше. Будут еще, возможно, другие интересные страны. Об этом вы узнаете в будущем. Мы не будем в будущем ограничиваться только Таиландом. Так что, друзья, вас впереди ждет еще очень много интересного. А знаете, мы как-то шли в 7-11 и встретили наших зрителей. Парень и девушка. Они сказали, ребята, нам так нравится ваше видео из Таиланда. А почему снимаете столько Таиланд? Снимайте еще другие страны. И мы такие с ними распрощались, уже идем. Я думаю, ну нет, мы же Таиланд. А потом думаю, действительно, а почему нет? Почему нет? Это значительно расширит нашу аудиторию, я считаю. И самим интересно ездить, смотреть разные места. Просто вот мы здесь живем, уже третий год. Укоренились, и особо не хочется уже ни на море, ни в бассейн. И все, глаз замылился, ты уже не видишь тех плюсов. Не так радуешься, как вот первый год. Поэтому, мне кажется, важно менять. Ну да, мы когда ездили в Малайзию, все такое новое. Вау, 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 ту, что, ту, что. Хочется за всем вот так вот посмотреть, понаблюдать, погулять. А когда ты, конечно, в одном месте находишься, немного уже приживаешься, ты себя чувствуешь местным. Гуляешь такой уже, как дома. Ну и, конечно, спасибо вам большое за то, что смотрите наши видео, за то, что подкидываете нам интересные идеи. Таким образом, у нас получается обратная связь. Мы знаем, что вам интересно, что вы хотите. И стараемся оперативно это снимать для вас. Мы помогаем друг другу. Я надеюсь, что вы будете с нами в дальнейшем. Почему мы хотим купить квартиру именно в Таиланде и зимовать вот в дальнейшем именно в Таиланде? Потому что, во-первых, жилье здесь недорогое. Ну, если сравнивать с другими теплыми странами. К примеру, в Испании вы так дешево не купите. А вы, может, и найдете какую-нибудь там развалюху, но вам за нее не дадут вид на жительство. Вы просто не сможете в ней жить. Вот. Вы можете в ней жить там что-то, сколько-то, прям два или три месяца. А потом все, до свидания. Там дают вид на жительство, если вы купите, по-моему... От полмиллиона, по-моему, евро. От полмиллиона евро квартиру. В Таиланде очень мягкие условия. Покупай любую квартиру. Плюс, вот, я знаю, можно оформить неиммиграционную визу, если ты владелец квартиры. Ну, и даже по-туристическим. Это такие копейки. Жить в своей квартире на море. Ну, за такие гроши, грубо говоря. Плюс здесь дешевая еда, дешевый транспорт. Можно байк взять. Вообще там бензин на 100 бат залил. Тебе хватит на неделю. Зимовка – это идеально. Вот в Таиланде, особенно если у тебя есть квартира, не надо снимать. Ты зимуешь, а остальное время ее можно сдавать в аренду. У нас такой план еще. Купить, потом сдавать в аренду, когда в ней не живем. А когда будем приезжать, будем в ней жить, получается гораздо выгоднее, чем снимать. Я уже сказала своим родителям, что мы приезжаем. Мама с папой так обрадовались. Просто полны восторга. У меня уже список заказов. Маракуйя привезти, там манго, всякие фрукты. Кокосовое масло. Кокосовое масло. Я так соскучилась по своим родителям. Мы еще специально подгадали, взяли билеты, чтобы приехать до Пасхи. Я хочу с мамой печь куличи и разносить своим друзьям и знакомым. Причем этим друзьям мы не говорим, что мы приедем. Представляете, я стою на пороге с куличом, с крашенными яйцами. Они открывают, а там мы. Вот они удивятся. А если они посмотрят это видео? Мы уже в Паттайе забронировали жилье. Что касается жилья, мы решили снять опять в Кондо Амазон. Но мы снимаем уже у другого человека и на другом этаже. Ну, не было той квартиры, в которой мы были в тот раз. Нам там так понравилось. Что интересно, у нас там интернет входит в стоимость. Мы уже забронировали. 3000 бат стоит бронь. Теперь я надеюсь, что все было хорошо, чтобы нас там встретили. Ну да, все будет хорошо. Мне Амазон не очень понравилось, поэтому мы решили туда вернуться. Таких комплексов нету даже на Пукете. Ну, таких с большой территорией, с такими крутыми бассейнами. Там просто гуляешь, уже чувствуешь себя так классно. И что мне нравится, там рядом фруктовый рынок. Там можно дешево купить фрукты, овощи. И вообще там классный рынок. Мне это место нравится, поэтому мы решили туда вернуться. А знаешь, почему на Пукете нет таких комплексов? Потому что тут очень дорогая земля. Да. Они не могут себе позволить так расточительно горки делать. Они лучше это монетизируют, построят еще один комплекс бассейном на крыше. Ну да. В общем, на этом у нас все. Это были наши планы на ближайшее время. Обязательно пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их, спрашивайте. Даже если они не по теме этого видео, просто про Таиланд. Если хотите, чтобы вам быстрее ответили, то пишите в нашей группе ВКонтакте. Потому что комментариев на Ютубе становится уже очень много, и мы не успеваем на все отвечать. Если вы хотите арендовать жилье в ПТЕ или хотите купить, то пишите нам. У нас есть контакты по всему. По аренде, по продаже, по экскурсиям. Даже по фотографам у нас есть контакты проверенных людей, которые проверялись годами. Мы за них несем ответственность, и они вас не кинут, не обманут. Мы сами с помощью них снимаем жилье. Также платим деньги, и нам не бесплатно мы живем. Пишите, мы вам скинем быстренько в группе. Там темы. Ну или мне ВКонтакте пишите. Обычно я там оперативно отвечаю, потому что кто-то пишет мне там на мейл, в Одноклассник, в Фейсбуке. Я отвечаю только ВКонтакте. Так что если у вас вопрос по аренде или покупке, то пишите мне ВКонтакте. Потому что в других местах я, скорее всего, не отвечу. Но еще могу на почту. Но у меня почта только на Яндекс.Почте. Так что учтите. Либо ВКонтакте, либо на Яндекс.Почту. В общем, контакты под видео оставим. А мне однажды встретилась женщина, она говорит так обижена. Я вам писала в Директ, вы мне не ответили. А, да, в Директе, в Инстаграме мы не отвечаем. Друзья, у нас там такой завал. Я вообще только от нее узнала, что у нас есть Директ. Да, мы, кстати, раньше про Директ даже не знали. Когда узнали, поняли, что там такой завал. И там так неудобно отвечать на сообщения, что мы решили даже его не разгребать. Мы зашли и ушли. Да, это так что, друзья, ВКонтакте пишите и все. В общем, на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok